Атлантича, Франция, Россия готовится заменить Асада Ален Ради Атлантича, Франция 11 июля 2019 года После военного вмешательства в 2015 году Россия всегда думала о том, чтобы сменить политическую власть в Дамаске Владимир Путин прекрасно знает, что Башар Асад и его семья стали красной тряпкой для международного сообщества Ни одно решение не может обсуждаться, пока оно в деле И переговоры вести придется, потому что сейчас ситуация заморожена На данный момент сирийские правительственные силы удерживают запад страны, за исключением Эдлеба, расположенного на северо-западе на границе с Турцией Сирийские силы, несмотря на поддержку Тегерана и российских военных, не могут отбить этот регион удерживаемой боевиками Поскольку им не хватает технических и человеческих ресурсов Враг слишком силен От 30 тысяч до 60 тысяч опытных боевиков окопались среди 2,5 миллионов человек на труднопроходимой местности И в случае чрезвычайной ситуации его может поддержать Анкара Действительно, Турция, которая уже приняла почти 3 миллиона беженцев, не имеет возможности принимать новых Наступление сирийских правительственных сил станет настоящей катастрофой США постепенно уходят из Сирии, потому что их прямые интересы сегодня сосредоточены на Дальнем Востоке Турция хочет сохранить безопасность на своей южной границе Сосредоточившись на РПК, Иран обеспокоен санкциями США и растущей напряженностью Саудовской Аравии и ОАЭ А последние хотят ввязываться в это болото И, наконец, Россия получила то, что хотела Военное присутствие в течение следующих 50 лет, и так далее Созданы все условия, чтобы начать серьезные переговоры, но без осада Проблема заключается в том, что предполагаемая Москвой политическая возможность находится под угрозой Так как потенциальные кандидаты на замену осаду уже фигурируют в черных списках Запада И, возможно, предстанут перед Международным уголовным судом за свои преступления Так что насчет возможного преемника Башара осада Генерал-майор Али Мамлюк, ближайший советник Башара осада Один из основателей грозных разведывательных служб ВВС Был назначен в воскресенье 7 июля вице-президентом по безопасности Ранее он возглавлял отдел национальной безопасности Координируя работу всех этих спецслужб в Сирии Проблема в том, что за рубежом, особенно во Франции Ему предъявлены обвинения в участии в пытках, насильственных исчезновениях, преступлениях против человечности, военных преступлениях Ему запрещено приезжать на Запад Тем не менее, его прошлое назначение позволили ему встретиться со многими иностранными официальными лицами Как в Сирии, так и в других странах Он посетил с официальным визитом Москву, Каэр и Аман Говорят, что он был тайно принят в Анкаре, Джидди и даже Риме Если только в этой очень рискованной для него поездке не был один из его близких соратников Помимо этого он якобы встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Который оказал ему радушный прием Хотя все знают, что принц пользуется доверием Дональда Трампа А Трамп уже не в первый раз может обойтись без мнения Европы для достижения соглашения Которое он может представить как свое личное достижение на следующих президентских выборах 2020 года Мамлюк является суннитом Хотя некоторые наблюдатели подвергают сомнению его религиозную принадлежность Обратите внимание, что это также относится к нескольким новым назначениям Большинство нынешних лидеров являются оловитами Несмотря на то, что суннитов в Сирии гораздо больше На должность главы Национального бюро безопасности, которую занимал генерал Мамлюк Назначен генерал Мухаммед Дибзитун, бывший глава управления общей разведки Он суннит и также фигурирует в западных черных списках На прежнем посту он сам заменен генерал-майором Хуссамом Лукой На его место был назначен генерал-майор Хуссам Лука В продолжении этой череды назначений, вместо Джамиля Хассана, главы Сирийского управления разведки военно-воздушных сил, которым он руководил с 2009 года, был назначен его заместитель генерал-майор Гассан Исмаил Насир Али Али занял место Хуссам и Луку на посту главы генерального директората политической безопасности Генерал-майор Насир Диба взял на себя уголовную безопасность вместо софванцев в Анаисы В марте генерал-майор Кифа Муалим уже сменил Мохаммеда Махалу, который ушел в отставку, на посту главы военной разведки Таким образом, вся верхушка разведки была заменена, и это не может быть простым совпадением Некоторые видят в этом влияние Москвы, которая опять возьмет верх над Тегераном в Сирии Нужно еще подождать, прежде чем утверждать, что русские действительно завладели Сирией Проблема заключается в том, что, гражданское население как обычно платит высокую цену за продолжение этой гражданской войны с 2011 года Самое время это прекратить Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ